Для чего нужен рекуператор? Это устройство позволяет проветривать помещение с закрытыми окнами, удаляя запахи и загрязненный воздух на улицу, сохраняя тепло. Можно решить вопрос через проветривание форточки. Но не всегда на улице воздух, которым хотелось бы дышать. Зачем вообще проветривать помещение? Человек, вдыхая воздух, выдыхает углекислый газ, СО2. И его концентрация через час-два в небольшом помещении без проветривания превысит допустимую норму. Это сильно сказывается на самочувствии человека. Как работает рекуператор воздуха? Тут улица, а тут комната. Теплый воздух из комнаты выходит на улицу и согревает эти алюминиевые трубки теплообменника. Холодный воздух с улицы попадает в комнаты и по мере прохождения через теплообменник согревается. Таким образом в комнате у нас не холодный воздух, а подогретый. Это позволяет проветривать помещение и сохранить тепло в нем. Теперь к изготовлению устройства и тестам его. Все компоненты приобретаю в обычном строительном магазине. Вентиляторы. Выбираю все модели, только бесшумные. Один выбрал недорогой. 100 мм в диаметре на 78 кубометров в час. Второй дороже на 200 кубометров в час, 125 мм в диаметре. Позже объясню, почему такой выбор сделал. Далее покупаем детали корпуса. Корпус будет из деталей вентиляционных каналов. Его можно собрать как конструктор в любую конфигурацию, что удобно и очень технологично. По деньгам. Цены в белорусских рублях. Ниже привел цены в других валютах. И самая главная деталь у рекуператора – это теплообменник. Делаем его из алюминиевых трубок 6 мм. Переходим к изготовлению. Нарезаем трубку длиной 50 см. Нужно изготовить матрицу для трубок. Можно ее сделать из пластика, насерлив в нем отверстие, или напечатать на принтере. Модель будет в описании к видео. Далее собираем теплообменник таким образом. Пожалуй, теплообменник – это самая сложная деталь устройства. Это все детали рекуператора, которые требуются, чтобы заняться сборкой. Самый регулируемый нагревательный кабель. Нужен он, чтобы избежать конденсата и обледенения в теплообменнике. Ему не нужен регулятор температуры. Он сам греется максимум до 65 градусов Цельсия. Устроен он так. Изоляция устойчива к ультрафиолетовому свету. Оплетка, оно же заземление. Еще слой изоляции и хитрый полимер, который в зависимости от температуры имеет разное сопротивление. Чем холоднее, тем сильнее греется. Таким образом можно защитить в мороз трубы. Подключается он очень просто. Тут нужно заизолировать конец кабеля, чтобы не попадала вода. Иначе будет короткое замыкание. А на другом конце плюс и минус и заземление. Подключается в 220. И оно волшебным образом работает. Потребление тока у кабеля 14 ватт на 1 метр. Температура в комнате около 20 градусов. А кабель нагрелся до 37. Укладываем кабель в теплообменник и собираем. Устанавливаем клапана так, чтобы когда система не работает, ветер не гулял. Теперь к вентиляторам. Сперва проверим маломощнее. Фоновый шум в комнате 30 дБ. А при включенном вентиляторе 33. К сожалению, анимометр из Китая до сих пор не пришел. И проверять поток воздуха буду этим пакетом. Позже померяю его анимометром и допишу в описании к видео замерам. Так он дует хорошо и тихо. По паспорту 78 км в час. Теперь второй вентилятор. Можно выбрать два режима. 200 и 140 кубов. Сперва включена полная мощность. Шум 60 дБ. Это ощущается довольно шумно. Поток воздуха, конечно, гораздо больше, чем в предыдущем. Но шум очень не очень. Хотя и бесшумная модель. Теперь второй режим. 140 кубов. Такое ощущение, что это другой вентилятор. Практически без шума работает. И поток воздуха примерно такой же, как и в 200. При 35 дБ. Устанавливаем вентиляторы. Один будет работать на вдув воздуха в помещении. А второй, который маломощно, работает на высасывание воздуха из помещения. Только не учел, что он в таком положении будет работать тоже на вдув. Нужно его подвергнуть легкой трепанации. Можно, конечно, его расположить в комнате. Но лучше все, что шумит, выносить на улицу. Теперь собираем провода через колодку. И можно проводить испытания. Потребление тока 60 Вт. Только в начале. Позже, когда кабель нагреется, будет в районе 30 Вт. Осталось сделать воздушный фильтр и приступить к уличным испытаниям. Приобрел два автомобильных фильтра. Один бумажный, второй угольный. Отрезаем в размер фасадной решетки. И теперь о том, почему приобретал вентилятор разной мощности. Более мощный вентилятор нужен, так как при прохождении воздуха через фильтры сильно падает тяга. Второй вентилятор более слабый и явно не справляется с этой задачей. Теперь к испытаниям. В Беларуси 10 января. И погода на улице 3 градуса тепла. Ничего не поделаешь. Буду испытывать систему в таких условиях. Первым испытываю рекуператор с прошлого видео. В нем отсутствует какой-либо воздушный фильтр. Делаю его для дачи. Там воздух, в принципе, чистый. И от него требуется только обновление воздуха в помещении. Перед этим тестом сжег аромопалочку, чтобы наглядно была видна работа. Это частицы дыма, которые должен рекуператор выдуть на улицу, сохранив температуру воздуха. Эти два термометра находятся непосредственно в рекуператоре. Это температура воздуха выходящего потока воздуха на улицу. А это температура уже подогретого воздуха, который поступает в помещение. То есть, если бы не было этого устройства, и вам нужно было проветрить, то поступал бы воздух не в 8 градусов, а уличные плюс 3. Тест длится 1 час. Как видим, он справился с загрязнением воздуха. Теперь очередь нового устройства, оснащенного фильтром и нагревательным кабелем. Потребление энергии у него 31 Вт в час. Примерно половину потребляет нагревательный кабель. Такие же условия сжег аромопалочку. Он справился с очисткой воздуха от задымления за 30 минут. Температура входящего потока воздуха 18 градусов. Что, думаю, хорошо, но не совсем честно. Большую роль играет в подогреве нагревательный кабель. Через тепловизор это хорошо видно. Но с другой стороны, он потребляет совсем немного энергии. А воздух идет в помещение подогретым. То есть, можно меньше тратить энергии на отопление батареи. Но он нужен, чтобы избежать обледенения и конденсата. Но это пока предположение. Нужно сделать тесты и смотреть на практики. Сделаю еще тест, но отключу подогрев. Потребление энергии без кабеля 17 ватт. То есть, кабель брал 14 ватт, как по паспорту. Без нагревательного кабеля воздух с улицы подогревается до 14 градусов. Что тоже очень хорошо. И почти весь дым выветрился за 30 минут. А температура воздуха в помещении почти не изменилась. Через тепловизор видно, что теплообменник работает, как задуман. Обогревается за счет выходящего потока воздуха. И подогревает входящий поток, идущий в помещение. В предыдущих видео спрашивали много о мониторе воздуха. Это кустарная самоделка, но работает. Внутри различные датчики воздуха, которые уже устарели. Планирую с моим приятелем сделать новую версию устройства. С более продвинутыми сенсорами. И выложить схему с прошивкой тут. Для самостоятельного изготовления. Конечно, постараемся сделать ее без этого фарша проводов. Чтобы было возможно повторить его вам в домашних условиях. Благодарю за просмотр.